Сегодня нас ждёт большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Здравствуйте, друзья! С вами Чеширский Кот. Это выходные дни. И очень я хочу вам показать, что у нас находится за домом. А за домом у нас находится пшить-школа. Это как бы по-российски, как объяснить, подготовительная школа. Школик основной, да? Ну, как бы садик, но уже как бы не для самых маленьких. Сейчас я вам покажу. Сзади меня вот детская площадка. А с этой стороны у нас, вот смотрите, всякие разные тренажёры спортивные. Сначала я вам покажу все тренажёры, которые есть. Смотрите, они все разные. Не так, как у нас. В дворах поставят один-два. Просто чтобы, ну, как бы приняла комиссия. Вот, видите, вот такие тренажёры. Вот, видите, разные. Вот. То есть, на самом деле, разные тренажёры для разных групп мышц, чтобы можно было их развивать, понимаете? Я просто говорю про наши новостройки, что если там заявлено где-то, да, о них документах, что должна быть спортивная площадка, поставить два каких-то таких. И всё. Так, с этой стороны тоже. Давайте поближе покажу вам. Хочу вам объяснить сначала, что система вот эта дошкольная, она делится как бы на несколько частей. Вот, видите? Я помню, когда я в Кемерово ходила в тренажёрку, у меня были такие тоже разные-разные тренажёры. Так, это буду качать, точно помню. Вот такой тренажёр. Вот, смотрите. Вот. Тут объясняется, вот картинка показывается, как это делать. Только у нас там ещё груз висел, можно было повесить разный груз. Так, здесь вот такой. Ну, это как бы кардиотренажёр такой. Велик, да? Ну, кто занимался, тот понимает меня, о чём я говорю. Кардиотренажёр, да? Вот, смотрите. Вот так показано. И так на каждом тренажёре. Все разные. Так, хочу сказать, что первая часть дошкольного образования – это ясли. То есть, по-польскую, жлобик – это до трёх лет. По-моему, с шести месяцев до трёх лет. Вот. Ребёнка можно оставлять на полный день, так, как и на неполный. То есть, договариваешься просто и всё. Вот они, эти тренажёры, очень-очень у них много. Разные. Вот, видите. Такие. Такие. Вот, всякие разные тренажёры. А за мной вот детская площадка. Вот такие лазилки разные. Вот, смотрите. Лестница вверху. Очень хорошо. Хочу вам просто ещё раз, как бы, дополнить и напомнить, что это находится в деревне. Это не в городе. Это вот в деревне. Так. Первый жлобик, значит, это до трёх лет. Дальше идёт пшит-школа. Вот я сейчас вам покажу пшит-школу. Здесь очень много корпусов по возрастам. Вот, смотрите, там дальше идёт детская площадка. Это, наверное, для самых маленьких. Вот, смотрите, горки. Вот такие вот штуки. А сейчас туда пройдём. Там вот веранда ещё есть. Так. Вот это вот пшит-школа. Сюда идут с трёх лет. И до полных семей. Дальше. Зырувка. Это все дошкольники без исключения обязаны посещать зырувку с шести лет. То есть это подготовка непосредственно к школе, к первому классу. Зырувка может быть при школе, а может быть... А может быть и при вот этой вот пшит-школе. По-моему, при пшит-школе платная. Поправьте меня. Если кто знает, у кого дети, да? Вот такие вот качельки. Всё из экологически чистых материалов. Дерево, железо. Металл. То есть... Вот, смотрите, лавочки. Вот такая вот беседка. Летом, наверное, тут все сидят, тут жары спасаются. Вот такие штуки. Вот такая тут качелька. Вот. Просто хочется показать, как у них в предварительной школе. Здесь всё есть. Так. Вот мусорка. Вот ещё вот такой. Это, наверное, для самых маленьких, я думаю, да? А там дальше вот жилые дома, смотрите. Разные. Вот, видите? Всякие разные дома. Вот такая лазинка есть. из текстиля, из дерева, из экологически чистого материала всё. Вот такой столик. Правда, он засыпан снегом. Я не знаю, что там. Может быть, что-то на столешнице есть. Потому что вот тут стоит играть в футбол. Такая штука. Помните, была у нас тоже когда-то. давным-давно. Вот такая штука играть в футбол. Настольный такой футбол. И вот такие вот. Так. Интересное дело. Кстати, очень удобно. Для маленьких-маленьких ребятишек. Так. Вот такая вот штука. Так. Есть государственные и частные садики. Группа государственная. 25-30 человек примерно. В частных по-разному. 8, 10, 6. Ну, там уже кто как захочет. Потому что оно как бы частное. Так. Вот такой вот корпус. И дальше туда можно пройти. Здесь, знаете, что? Здесь идет ремонт. Вот привезли камни. Привезли там с той стороны кирпичи. Можно пройти. Здесь все загорожено. Закрывается. Выходной день. Никого нет. Поэтому я могу пройтись. Так. Если никого нет, я покажу. Вообще идет ремонт этой пшит-школы. Так. Знаете. Находятся частные садики на первых этажах жилых домов. Или офисных комплексов. Там еду заказывают по интернету в разных кафешках. А здесь вот эта вот государственная пшит-школа. И здесь непосредственно есть кухня. Готовят сами. Вот. Класс 1. Стрефа 4. Зона номер 4. Я вот еще не знаю. Как бы. Вот. Видите. Зона номер 4. И класс 1. Не знаю я пока, ребят, ничего про это. Просто показываю, что у нас за домом находится. Это прямо вот у нас за домом. Давайте здесь пройдем через арку. Через эту. Вот. Видите. Здесь проходит ремонт. И просто так стоят стеклопакеты на улице. Вон, видите, уже замело их снегом. И никто их не украл. Это я говорю нашим людям, которые вышли из Советского Союза. В России бы давно украли. Вот так просто так стоят стеклопакеты новые. Представьте. О. Очень много их. И там еще с той стороны. О, боже ты мой. Удивительно, конечно, для нас. Так. Пойдемте дальше. Пройдем. Здесь все вот этой лентой загорожено. Так. Пойдемте. Пройдем дальше. Здесь вот разные корпуса. Разные корпуса по возрастам как бы. Вообще тут система образования такая, что детский сад с 3 до 5 и 6 лет. Начальная основная школа 6 классов. Это 6, 7 и 11, 12 лет. Гимназия. Это 3 класса 12-13, до 15-16 примерно лет. Среднее учебное заведение разного типа. 3 или 4 года там учатся. Ну, в зависимости от типа школы. Как иностранец, так и гражданин. Республики Польша могут их посещать. Вот смотрите, класс 3. Вот как-то так здесь. Кто знает более подробно про это, про все, про систему, расскажите. Просто мне интересно. Она мне, конечно, не нужна. Но нужна будет другим людям, которые приедут сюда с детьми. Да, ребят. Вот такие фонари. Так, там можно тоже обойти. Так, здесь трибуна спортивная. Спортивная площадка баскетбольная. Вон трибуны. А вон там для самых маленьких вообще площадка. Я туда не пойду, потому что там все завалено снегом. Ребят, зима такая серьезная, снежная. А в Польше это редкость. Ее не было давно-давно. Поляки рассказывали, что уже лет 20 не было зимы прям. И получается, что мы видим вот это вот как бы очень странное явление. Так, вот смотрите, это вот трибуны здесь сидят и смотрят. Вот видите, как интересно сделано. Вот лестницы, вот трибуны. Так. Все смотрят матч. Вот видите, большое такое поле. Здесь вот заборчик ограничивает это пространство, где играет баскетбол. Да и футбол, вон еще ворота. Здесь еще можно играть и в футбол, и в баскетбол. То есть она общая такая площадка. Вот. А там вообще для маленьких детей, наверное, это для самых-самых малюсиков. Вот видите, площадка дальше идет. Вот паровозик. Сейчас я... Не знаю, трясется у меня или не трясется камера. Но главное, что это информация. Качество у меня, как всегда, не очень. А я фиг с ним. Вот. Вот. То есть вот так. Интересно. Да. А вот это штуки для великов. Стоянка. С этой стороны сейчас я покажу. Там очень много корпусов. Понимаете? Вот такое вот дошкольное учреждение. Сегодня более-менее тепло. Обещали. Вот. И выполнили. Небесная канцелярия выполнила, да? Минус один. Вот. Я так думаю, что лучше бы в будничные дни так было. А то с понедельника опять будут морозы. Вот так. Так что как иностранец, так и гражданин Польши могут посещать эти садики. Могут посещать школы. Да и школы. То есть как бы считается здесь, что ребенок, чтобы не сделали родители, да? Какое положение сейчас у них правовое не было в Польше. Они как бы не должны страдать дети. Их принимают всех. Вот это вот большой плюс. Очень хорошо, ребят. Еще есть программа Раджина 500+. Это вы можете, когда вы сюда приехали, вы можете подать заявление. Там в определенное место куда-то, да? И вам будут доплачивать за каждого ребенка 500 злотых. Так. Вот тут вот решетка. А вот наш дом, представляете? Вот он. Вот он наш дом. Вот. Это наш домик. Вот он. Мы живем в этом домике. Вот если бы у нас были дети, нам бы было очень удобно сюда их водить. Ну я сейчас хочу сказать, что... Чтобы попасть сюда, нужно заплатить вступительный взнос. Не знаю, так пройти или как еще. Можно так вот обойти, естественно. Я не знаю, пойти, не пойти. Тут просто ничего не расчищено. Нападало очень много снега. И... Вон, видите, трибуна. Трибуна. Так вот люди сидят и смотрят матч. Мать, ребятки и родители, наверное. Вот видите как. Ничего не расчищено, потому что здесь все равно ремонт. Ремонт почему-то не делают, потому что, наверное, морозы, холодно. Приостановлено. Так, давайте пролезем через... Тут есть дырка. Вот. И спустимся вот так вниз. К нашему дому. Это, значит, школа прямо у нас за домом находится. Давайте. Ой, слышите? Вон там костел. Слышите? Звук колоколов. Ой, здорово. Давайте по звуку колоколов пройдемся. Я вам покажу еще кое-что. А здесь вообще у нас парк. Здесь старинный замок. Ой, чуть не упал я. А вот тут вот катаются ребята. То есть для них это очень редко бывает. Такая погода, зима. Вон, длинная-длинная такая вот. Видите? Колея уже накатанная. Вот отсюда горка. А тут вот вся эта территория школы. Вот так. Интересно очень. Так. Здесь парк. А здесь есть... Речка маленькая, где-то такой ручеек. Там замок старинный. И здесь еще два моста тоже старинных. Старинных два моста. Вот там. Видите? Здорово. Ладно, это нужно показывать летом, потому что здесь все-все заметено снегом. Вот наш дом. Так, я маленечко отлегся. Чтобы сюда попасть, нужно внести вступительный взнос. Какой-то, не знаю. Потом фиксированная денежная сумма. Идет питание. Доплата за дополнительные частные пребывания. Как бы, как бы, за дополнительные часы. Только пять часов здесь находятся дети бесплатно. Родители, например, работают восемь и за три часа доплачивают. Но это что-то очень мало. Подождите, сейчас скажу. Государственная. Так, платят. Два-три злотых в час за последующие часы. А в частном уже намного дороже. Так, где-то 1200 злотых в месяц примерно платят. Вот представляете, какая разница. Вот так. Есть комбинированные дошкольные учреждения, где часть расходов несут родители, а часть компенсирует государство. Так, государственное питание. Пять-семь злотых в государственном, а в частном десять-пятнадцать в день платишь. Но платишь только за то, что покупаешь. Например, мой ребенок не любит яблоки. Или, может быть, мясо не ест. И ему не накладывают это, да? Вот. И как бы это все отнимается потом. Вот что он купил, что он ел, за то и платят. То есть это тоже как бы хорошо, да? Вы сами смотрите, сами знаете. Вот, это я вам сейчас показываю. Государственное. Так, ну, независимо от того, коммерческий сад, да? Вот этот вот, шить-школа, да? Или государственное. Развитие детей уделяет много времени и сил. Каждый день проводятся занятия в соответствии с возрастом и программой. Их возят куда-то на экскурсии, в музеи, в бассейны, может быть, что-то, какие-то выставки. То есть очень интересно, у них проходит день. И они все учат английский язык, они учат еще какой-то язык. То есть разные направления. А вот наш домик. Вот смотрите. Вот такой, сейчас я вам поближе покажу. Такие балкончики. Вот такой вот польский флаг развивается здесь, за домом у нас. Так, такие елочки. А вон там вообще, сейчас я вам покажу поближе. Так. Вот так. Вот это наш домик. Так. Здесь дорога. Здесь парк. Такой. Со старинными штуками. А здесь вот пшедшкола. На горе. Так. А туда мы едем на работу. Дальше. Сейчас покажу. А туда прямо у нас бедронка рядом. Магазин деликатесы. Потом у нас там магазин Дино. Заправка. То есть если что-то мы забыли купить, например, да, будничные дни, то на заправке всегда можно что-нибудь такое купить необходимое. Вот у всех спутниковые антенны, смотрите. На балконах стоят. Вот. И темные, и светлые. Вот такое дело. Вот такой домик двухэтажный. Очень удобный. Мы живем. Хорошая квартирка. Так. Высажены деревья, растения. Тоже все очень аккуратненько. Вот такая деревушка. А вон еще вот этот мост. Камень. Видите, какой старинный. Старинный. Вот. Это такой мост. Какого-то 17-го или 16-го века. Уже не помню. Мы летом сюда ездили специально. Так. А здесь вот смотрите квартира, да. И у них вот эта часть земли под балконом выкуплена. Видите? Здесь как бы такой заборчик. Там стоит столик. И лестница вниз. Вот вам, наверное, не видно, потому что там все занесено снегом. Я пройти тоже не могу, потому что, смотрите, какой-то же большой слой снега. Такой сугробище огромный. Вот. Не знаю, попробую что-нибудь там, может быть, показать. Так, а знаете, давайте вот так пройдем. Сейчас пройдем. У меня прям снега по колено, я вот иду. Вот, смотрите. Очень часто делают на первых этажах. Такие территории ограждают и делают здесь газон. Не садят картошку и редиску. Вон, видите? У них тут столик. У них тут вот такая красота. Так все здорово сделано. Просто пипец. Пока меня никто не видит, я покажу. Это они повесили флаг. Короче, хорошо здесь у них. То есть это не огород, а это просто территория для отдыха. Вот как в частных домах, да? Территория для отдыха. И Ну, это называется у них. Сейчас я скажу. Так, пойдемте обойдем дом. И домой, потому что все равно руки мерзнут. Так. Это называется у них. Ой, забыла. Напишите, как называется. Когда земля выкуплена под первым этажом. И там делают себе газон. Очень красивые деревья. Верандочки. Все отдыхают. То есть здесь модно наоборот. Вот у нас в России первый этаж никому не нужен. Вот, смотрите. Здесь написано, что здесь парк находится. А вот они развалены. Вот. Так. Так. С этой стороны заезжать нельзя. Можно только стой. Мы заезжаем только стой. Вот, кстати, тротуарчик почищен. А дорога нет. Ну, потому что выходной. Наверное. А здесь кусты вот все пострижены. На зиму постригли. А здесь я не знаю еще, что находится. У нас, ребят, вообще нету даже времени посмотреть, что вокруг находится. Сказали нам коллеги, что здесь есть какая-то очень хорошая пекарня. Тут вкусный хлеб. А мы никак не можем найти. Потому что у нас нет времени. А смотрите, как классно камешки сделаны. Я не знаю, что это такое пока. Что-то говорили в ресторан. Но почему-то здесь тишина нету не работает. Так, ребят, мы пришли к нам во двор. Вот здесь. Фигуру снежную. Так. Вот он наш домик. Замечательный. Ай, вон бежит кот. Вышел погулять. Ой, бежит. Все, убежал. Ну, вот, ребята. Так, вот, смотрите, еще на первом этаже. Модем на улице. Прям. И не боится, что его кто-то стянет. Будет проходить мимо, украдет. Вот такое дело. Так, вот. Детские санки такие, да? Ну, все, пойдемте. Вот наша машинка. Ежик ее очищает. Вот, видите. Очень-очень много снега. Сегодня суббота, выходной день. Вот такой вот дворик. Вот такой домик. И вот он, наш подъезд. Вот этот последний. А это вот следующий. Вон, слышите, птички как кричат. Улетели, не успел я поймать ни одну. Ну, вот такое дело. Это двухэтажный домик. Так, раз, два, три, четыре, пять подъездов. Ежик заводит нашу зефирку. Все, завелось нормально. Ну, все, мы поехали, ребят, в магазин. А то нам некогда. Я могу вам еще очень долго показывать. Пройти еще там по дорожке дальше. Но это будет в следующий раз. С вами были Чеширы. Пока-пока. Оставьте комментарии. И лайки ставьте обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok